Здравствуйте! Застраивать или сохранить Барнаульский ковш? Мнение жителей города и застройщиков разделилось. О сложившейся ситуации мы решили побеседовать с известным архитектором Александром Федоровичем Дерингом. Здравствуйте, Александр Федорович! Здравствуйте! Тема действительно на слуху. Сейчас очень активно обсуждается она и в социальных сетях, и на информационных сайтах. На самом деле, не так много у нас осталось каких-то зеленых зон в городе, тем более с водоемами. Мы можем вспомнить Барнаульский городской пруд, который, к сожалению, зарос уже сейчас кустарником. Барнаульский пляж почему-то так и, к сожалению, не стал по-настоящему городским, событийным, таким, чтобы, как и в советские годы, люди могли где-то отдохнуть. И вот с советских времен существовал так называемый ковш. Замечательное пространство, где люди и отдыхали, где была и зеленая зона. И недалеко от города Барнаула, здесь рядом и транспорт, люди ходили туда с удовольствием. Вот сейчас современная ситуация. Вокруг ковша начинается застраиваться новыми кварталами, новыми домами. Ну, как говорится, хозяин барин, то есть застройщик купил землю, он имеет на это полное право. И мы видели неплохие, в общем-то, модели, каким образом там должно было это все застраиваться. Вокруг ковша с охранением и водоема, и зеленой зоны. Сейчас, к сожалению, появилась новая информация, что вроде как собирают ковш частично, но, опять же, не показывая, до какой степени засыпать, заасфальтировать и строить там обыкновенные высотные дома. Жители этого микрорайона возмутились, насколько мы знаем, да, и вновь поднялась дискуссия в обществе. Вот у меня первый вопрос. Вот водоем, да, такой огромный водоем, ну, где-то там даже заболоченная местность. Возможно ли его засыпать, заасфальтировать и строить там дома? Насколько это реально? Ну, голландцы, Голландия показывает, что можно, в принципе, все засыпать и отвоевывать у воды новые территории. Вопрос ведь, в общем-то, в другом. Нужно ли нам терять вот такую водную гладь, водную акваторию, которая вообще-то, вот когда есть такое в городах, это такая ценность у городов, и они приобретают дополнительные бонусы, да, и в том числе и в территории города. Да, Ков частично он уже, ведь перешейк, который связывал и делал этот остров островом, он засыпан, но, в принципе, из больших технических проблем соединить и опять сделать его проточным, и его регенерировать вполне возможно. Да, и вот эта триггерная точка, которая возникла, возмущение жителей, когда они узнали, что там собирается засыпать, да, действительно, она породила сейчас новую волну интереса к этому участку, и, соответственно, породила массу вопросов. Ну, почему мы видели одно, да, а нам тут предлагают другое. Ну, начну с того, что предлагают, то, что предлагают, мы, на самом деле, до сих пор до конца и не понимаем, и не знаем. Я тоже, как и член градостроительного совета, и человек, который, ну, как-то этим занимается, тоже не видел каких-то окончательных, так скажем, да, проектных решений, которые легли или лякут в основу вот этих больших мероприятий по, ну, как бы засыпке, вроде бы, этого ковша. Никто поэтому толком точно и не знает. Я знаю, что там были юридические вопросы нестыковки, земельные нестыковки. Я знаю, что это очень сложное такое место, как такой нерв сосредоточенный, где вопросы возникают у музея литературы и культуры Алтая, потому что в связи с этими перетрубациями возникает отчуждение ее части территории большой. Улица Промышленная, непонятно, почему-то она становится промышленной, действительно, и транспортной артерией, которая отделит город, жилую часть, опять же, от акватории и от Аби и от ковша. И, в общем, какая там будет застройка, предполагается, мы до сих пор так и не знаем. Александр Федорович, а вот ваше видение, что там можно сделать, чтобы было красиво и всех бы удовлетворяло? Я думаю, это вот один из немногих тоже таких мест сейчас, которые могли бы застраиваться совершенно по другой системе, не микрорайонами крупными, да, как застраиваются у нас микрорайоны по Павловскому, Усково и прочее. А это должна быть особая такая среда. Мне видится, она все-таки с малой и средней этажной. Это не дешевое, скорее всего, должно быть там, наверное, жилье, оно должно быть довольно качественное, очень мелкая структура, много зелени, фактор воды должен, естественно, там присутствовать. И я думаю, что беспокойство здесь, если очень хорошо будет просчитана экономика, беспокоиться застройщикам и вкладчикам, то, что это не будет раскупаться, потому что цена будет действительно высокая, я думаю, что это зря опасения. Если там будет достойная планировка с хорошей архитектурой, с хорошим благоустройством, хорошей связью с центром, а с центром там буквально вот через улицу Льва Толстого, улица Льва Толстого получит свое продолжение естественное и не просто, так скажем, тупиковое, да, вот она где-то там, а она продолжит свое продолжение дальше в застройку, до Аби. Да, там получится... То есть, теоретически, может быть, будет соответственно, все-таки это старый центр города, мы забываем об этом, да, это часть старого центра Варнаула. Конечно, там сосредоточились вот эта старая электростанция, Абиокультурный наследник, Милика, кусочек-то остался, кстати, даже вот этой вот тюрьмы бывшей, где останавливался американец, да, который писал про это очень интересное, да, Джош Кеннон. И, в общем, вот этот такой культурный островок, его можно было развить, и он был бы большим плюсом для, опять же, жителей вот этого квартала. Да и жителей всего города. И всего города. Конечно, можно же вписать его, вот это же старое... Безусловно, безусловно. Поэтому вот эта генетическая связь и планировочная связь, культурная, историческая, с центром города, она должна быть, получить свое продолжение, и естественным путем как раз вот в этом квартале. Ну, это возможно, да? Это возможно. Это нужно, то есть, ну, так, на мой, скажем так, дилетантский взгляд, нужно, во-первых, почистить, да, сам ковш, так называемый. Видимо, проложить какие-то дренажные трубы, да? Я имею в виду выход, да, что-то такое, какое-то такое решение должно быть, да? Да, там должны быть, конечно, инженерные работы, инженерные геологические, водные, гидрогеологические работы приведены. Конечно, это отчасти, может быть, удорожит, да, вот так скажем, квадратный метр. С другой стороны, с другой стороны, это ведь, в общем-то, общегородские, общегородская территория, где коммуникации и прочее, можно было бы включиться и в программы какие-то, и в принципе, и в софинансирование государственное. Поэтому я думаю, что здесь при хорошем таком раскладе и при усилиях со стороны и потенциальных застройщиков, и города, власти, я думаю, что можно решить эту проблему. Да, 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 ну и как вы сказали, что жилье, конечно, будет элитно, все это понимают, но, наверное, есть у нас в городе люди богатые, которые хотели бы жить вот в таком красивом, ухоженном месте. Это совсем другое, совсем другой вообще город. Конечно, конечно, конечно. А он будет привлекательный с разных сторон. Это и для туристов он в том числе будет привлекательный, потому что мы говорим о туркластерах. Он и должен туда продлиться до самого, до Аби, фактически. Конечно, и действительно, это все осваивалось, это все должно осваиваться комплексно, да? Безусловно. Не вот так вот здесь застраивают, там застраивают, и мы видим какие-то куски непонятные, которые с друг другом не сочетаются совершенно. Я не исключаю, что там вообще, возможно, появится и продолжение набережной своеобразной Аби. Конечно, вот этот район, его можно освоить. Ведь когда-то, вот в предыдущих генпланах, в этом уже нет, ведь этот остров, он был остров отдыха и спорта, он же соединялся с Кимбульваром, там вообще была вот эта территория. То есть это как-то тема ушла, а на самом-то деле, хотя бы частично-то можно было бы это сделать. Ну, конечно, потому что просто и банально застраивать высотками, но уже не Камильфо, это уже не современно, мне кажется, это уже все уже давно уходит. Тем более центр города, такое красивое место, еще раз говорю, у нас так мало водоемов осталось, так мало зеленых скверов и зон, и вдруг мы вот таким запросто так просто застраиваем какими-то высотками. Ну, это же глупо, просто нерационально. Мне кажется, можно, тут можно разные варианты, можно, в принципе, сделать, провести какой-то конкурс даже, на разводку такого квартала. Почему бы нет? И появится несколько интересных идей, которые, скажем, можно было что-то выбрать. А необходимо вот внесение в генеральный план, да, города изменений? Или можно вот делать это сейчас? Это можно все. В принципе, генплан — это не какая-то догма, да, что вот как сделать, так и... Нет, конечно, это живой документ, в принципе, его можно трансформировать и дополнять, изменять. Поэтому тут, я думаю, что все решаемо. Но у нас есть такие застройщики, которые могли бы строить современные дома, вот красивые, не вот эти вот высотки, которые, ну, уже, правда, воскомнены. Я думаю, что практически все застройщики, вот эти крупнейшие наши крупные застройщики... Они, может быть, и хотели бы даже. Они, может быть, даже хотели. Я думаю, что они в состоянии реализовать такие проекты. Почему бы и нет? Ну, вот Юрий Александрович, да, я знаю, Гатилов, малоэтажное дело, да, где-то, где солнечные поляны построили. Красивые, да. А они красивые, симпатичные дома. Есть такое, я уж не говорю про Новосибирск, соседи наши, которые уже начали застройку, переходить с этих высоток на среднюю и малоэтажную. И получают результат. Да, да. Ну, будем надеяться, что действительно это все сдвинется с мертвой точки, потому что, ну, вот это противостояние, оно не нужно абсолютно, да? Нет, абсолютно не нужно. Оно и не интересно никому. И я думаю, что все решаемо. И чтобы было и красиво, и все были довольны. И застройщики, и жители. Мы получим такой уникальный, интересный такой участок, кусочек города. Здорово. Спасибо большое, Александр Ильич. Я напоминаю, что у нас в гостях был известный архитектор Александр Федорович Деринг. Мы говорили о застройке так называемого ковша Барнаульской замечательной территории. Спасибо за внимание. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok